В зоне АТО очередное обострение. Сегодня боевики уже 12 раз открывали огонь по украинским позициям. В основном на Донецком и Приморском направлениях. Впрочем, досталось не только армейцам. Противник 40 минут обстреливал из миномётов железное. Одна из местных жительниц получила серьёзное ранение. Повреждены 15 домов. Целый час под огнём находились и окрестности Артёмова, где вообще нет военных объектов. Подробнее о ситуации на передовой Руслан Смещук. Армейские позиции напротив оккупированного Коминтерного, что под Мариуполем. Противник на расстоянии автоматного выстрела. Перестрелки тут происходят постоянно. Боевики используют тактику тревожащего огня. Начинают автоматные черги, коротенькие. Когда вижу, что мы не реагируем, переходят на больше тяжелее. Кулеметы бьют прицельно. Они стоят там на расстоянии 500-400 метров. Иногда используют и более тяжелые калибры. Олег получил контузию во время миномётного обстрела. Это началось обстрелываться через белого дня. Все были заняты работой, укрепляли позиции. Ну, как бы, никто не мог подумать, что такое может быть. В госпиталь парень не обращался, контузию перенёс на ногах. Главное, что сделал, вот линия, видите, вот, да. Вот это новая линия. А это уже село Березовое под оккупированным Докучаевском. Тут праздник. Заработал водопровод. Сколько воды немало на Берёзово? Ну, долго. Год, два, три. Я их начали взрывать, перебыли где-то. Отремонтировала. Опять перебыли. Отремонтировала. А потом она исчезла, потому что та сторона между той стороной, что они там не поделывали. Они взаминировали. Да. Пока водопровод не работал, местные жители обходились водой из колодцев. Но пить её нельзя. Слишком много извести. Если я посуду раньше мыла, у меня всё белое. Если я не успела сразу перетереть это всё белое, невозможно стакан было взять, как будто молоко-то в нём было. То сейчас помыла, перевернула стекло идеально. Для возобновления центрального водоснабжения пришлось даже новую электролинию построить. Всё за деньги миссии Международного Красного Креста. Полтора года, даже, наверное, уже больше. Да, не было на ней электроэнергии. Насосная была в рабочем состоянии. Там мы немного подремонтировали. Заменили энергетическое оборудование. И по проекту, который линии электропередачи от села Берёзового до БНС. Кроме Березового, долгожданную воду получили два соседних села. Степовое и Тарамчук. И около 6 тысяч жителей оккупированной Еленовки. Гуслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. До новых встреч! Продолжение следует...